Всем привет! В эфире канал УТС Мировые Новости и с обзором последних событий из разных уголков мира вас познакомлю я, Ксения Петренко. Смотрите в этом выпуске. В Бразилии мелеют реки, а худеют кошельки покупателей. В чем взаимосвязь и есть ли свет в конце тоннеля. Парень из Гвинеи 4 месяца на велосипеде ехал в Египет, чтобы поступить в ВУЗ. Он преодолел путь в 4000 километров, через что прошел страждущие знания африканец. Несколько десятков жертв и раненых в результате взрывов в Сомали и падения вертолета под управлением известного французского пилота. Более подробно прямо сейчас. 18 человек погибли на месте, еще 40 получили ранения различной степенью тяжести и были госпитализированы в результате теракта. Он произошел на контрольно-пропускном пункте в городе Балэдуэйн, после того, как сомалийская армия провела атаки на три базы исламских боевиков. На воздух взлетел начиненный тротилом грузовик. 20 пострадавших в критическом состоянии их перевезли в Магадиша. Врачи борются за их жизни, но шансов мало, поэтому часто жертв теракта, число жертв может стать существенно больше. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее. Тем временем военные смогли уничтожить почти 30 террористов. Во Франции разбился вертолет. Слегк-легкая воздушная сунда марки «Динали» взлетела с аэродрома в районе Базош-Лего-Лилеранта Луари. На борту находились двое пассажир и известный пилот Мишель Англад. За плечами седовласого мужчины более 32 тысяч часов налета на вертолетах, а также 6,5 тысяч часов налета на самолетах. Однако опыт не спасли французов от катастрофы. В результате падения пилот и его пассажир погибли, от машины ничего не осталось. Рубрику «Актуально» открывает тема миграции. Ей неоднократно уделяется внимание как в прессе, так и в политических крудах различных стран мира. Еще не утихла история с тысячами мигрантов, прибывшим на итальянский остров, как на пленарках Генассамблеи ООН обсуждают вопросы противодействия нелегалам. Однако не менее остро тема миграции стоит и в США, где поток иностранцев, устремившихся к границе со штатами, резко увеличился. В причинах и следствиях разбирались мои коллеги. Тысячи мигрантов пересекли границу США за последние дни. При этом все больше искателей лучшей жизни продолжают пребывать в приграничные города Мексики на автобусах, а также на товарных поездах. От наплыва мигрантов страдают Сан-Диего в Калифорнии, а также Эль-Паса и Игл-Пас в Техасе. Причем в Игл-Пасе с населением в 28 тысяч человек на этой неделе объявили чрезвычайную ситуацию. Туда за два дня прибыло 6 тысяч мигрантов. Также на этой неделе мексиканский железнодорожный оператор приостановил движение товарных поездов на севере страны. Причиной стало то, что мигранты забираются на крыши вагонов или едут между вагонами, и многие получают травмы. В мае президент США Джо Байден развернул новую, более жёсткую миграционную политику, чтобы предотвратить незаконные пересечения границы. Она включила депортацию нелегальных мигрантов и запрет на повторный въезд на пять лет. На некоторое время это подействовало. «В июне и июле ситуация была спокойной. Но в конце августа мигранты снова начали прибывать. Появилось больше мигрантов разных национальностей». По словам экспертов, у США недостаточно возможностей для оформления документов на границе. Также не хватает ресурсов, чтобы задерживать и депортировать тех, кто пересекает границу нелегально. В итоге людей просто пропускают в США, выдав повестку в суд с назначенной датой. Это стимулирует новый поток людей. Они смело пересекают мексиканскую границу, переходят вброд реку Рио-Гранда и выстраиваются в очередь у КПП США. «До нас дошли слухи, что людей, добравшихся до границы, впускают в США. Мы хотим тоже попробовать туда попасть. Мы отправились в такое рискованное путешествие, потому что в Венесуэле кризис. Мы лучше погибнем в дороге, чем умрём от голода там». Между тем, администрация Байдена обвиняет Конгресс США в том, что он долгое время не мог договориться об изменениях в иммиграционной системе страны. Теперь она просит законодателей выделить 4 миллиарда долларов на решение проблем на границе. Между тем, все в той же Мексике стражи порядка арестовали куклу Чаки. Ее местные окрестили как куклу-демона, поскольку их соотечественник использовал ее для запугивания людей и вымогательства денег. И мужчине, и кукле предъявили обвинение в нарушении общественного порядка и создании угрозы неприкосновенности других лиц. Но позже офицера мексиканской полиции, одевшего на куклу наручники, подвергли дисциплинарному наказанию в виде выговора за несерьезное отношение к работе. Владельца куклы позже освободили, а вот Чаки таинственным образом исчез. Музыка и рэп-тексты известного исполнителя 50-сента могут вызывать свадки. К счастью, только у беременных и даже приводить к родам. Шутки шутками, но именно на рэп-концерте в США на свет появилась девочка. Родила одна из фанаток темнокожего исполнителя. Персонал заведения, где проходил концерт, оградил роженицу. Живым щитом позже сделали завесу из простыней, чтобы создать относительно уединенную обстановку. А затем приняли роды. Тут и врачи подоспели, которые увезли новорожденную и ее мать в больницу. С обеими все хорошо. К другим темам. В Бразилии вода скоро станет на вес золотом. Это несмотря на регулярные тайфуны и ураганы, которые вызывают затем масштабные наводнения. Все потому, что в одном из штатов реки мелеют до формата ручьев. К чему, кроме нарушения судоходства, привело это явление, расскажут мои коллеги. В бразильском штате Амазона стремительно пересыхают реки. Это угрожает поставкам продовольствия, медикаментов и других товаров, от которых зависят люди из отдаленных деревень. Этот участок Амазонки называется Салемойнс. Здесь река обмелела так, что большие суда не могут пройти. Люди вынуждены перевозить небольшие партии товаров на маленьких лодках. Во всём виновата засуха. Берег теперь далеко. Переносить грузы очень трудно. Трудности с доставкой товаров привели к росту цен. В прошлом месяце я уже покупала масло за 7 риалов. В этом месяце оно стоит 8 риалов. Не знаю, какая цена будет в следующем месяце. Учителя и школьники добирались по реке на занятия. Теперь приходится использовать наземные неудобные маршруты, которые проходят через джунгли. По данным Бразильской геологической службы, это второе сильное обмеление реки Салемойнс за последние 10 лет. При этом в районе Амазонки происходят и наводнения. Согласно недавнему исследованию, в последние 40 лет и засухи, и наводнения в этом регионе участились. Так, в Манаусе, где Риу-Негру впадает в Амазонку, за последние 120 лет было 12 наводнений. 8 из них произошли в последние 14 лет. По мнению исследователей, стихийным бедствием способствует вырубка лесов и экстремальные погодные условия. Мексиканскому заливу, в свою очередь, обмеление пока не грозит. Зато тем, кто окажется в воде, угрожает самая настоящая смертельная опасность. На видео, которое молнией разлетелось в социальных сетях и телеграм-каналах, сняли огромную стаю акул, которую обнаружили у берегов Мексиканского залива. Авторы ролика – сотрудники нефтедобывающей платформы. Доплывут ли хищники до песчаных берегов с туристами – неизвестно. Предварительная причина такого ажиотажа акул – косяк рыб, за которыми морские хищники открыли охоту. Ученье – свет, а не ученье – тьма. Эту ставшую крылатой фразу подтвердил 25-летний Мамад Сафай Бари, которого в наших соцсетях уже окрестили Ломоносовым 2.0. Парень из Гвинеи проехал 4000 километров на велосипеде, чтобы поступить в египетский вуз. Отправиться в поездку за знаниями таким образом его вынудило отсутствие денег на авиабилет. В итоге в пути молодой африканец провел 4 месяца. Он пересек Мали, Буркина-Фасо, Тога, Бенин, Нигер и Чад. По дороге его трижды арестовывали, в частности в Буркина-Фасо, где был переворот. Но в Чаде о нем наконец-то услышали и страждущему знанию парню оплатили перелет до Египта. А в университете, который считается самым крутым исламским вузом, абитуриенту дали место с полной стипендией. И напоследок. В Англии установили новый рекорд мира по самому большому Доритас. Готовили трюк больше месяца. Работать пришлось не только поварам, но даже пилотам и крановщикам. И все это для того, чтобы окунуть огромную чипсину в еще более огромную миску с сыром. Высота составила 14 футов. К слову, был в составе этой горы перчик Халапеньо. Авторы рекорда получили соответствующее свидетельство. На этом у меня все новости. С вами была Ксения Петренко. Смотрите нас в YouTube и Telegram-каналах. Все ссылки на ваших экранах. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok